Воспитанники хоровой капеллы мальчиков под управлением Александра Жуковского вернулись из Олимпийской столицы. В Сочи они ездили не как простые туристы. Десять ивановских ребят приняли участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Подготовка к грандиозному шоу началась еще осенью. Самыми напряженными были последние дни перед выступлением. Было сложно, много репетировали, многочасовые репетиции были. Приходили утром в фиш, регистрацию проходили. У нас были наушники, радиоприемники, чтобы слышать. Все движения координировались хореографами, стейдж-менеджерами. Прежде чем выйти на сценическое пространство фишта, ребята несколько дней готовились в репетиционных тентах, которые полностью копировали Олимпийский стадион. Самую сильную эмоцию ребят вызвало посещение этого уникального сооружения. Это великолепный стадион. На нем очень много современных технологий. Он очень современный. Также мне понравились организаторы, которые работали с детьми. Они все четко и ясно объясняли нам и рассказывали. Дети с полуслова понимали их и делали все действия непрекословно. Участники тысячного детского хора смогли посмотреть первую часть церемонии закрытия. В момент поднятия российского флага они были в зале и исполняли гимн России. Второй выход состоялся в финальной части шоу. Дети исполнили Олимпийский вальс. Никого не оставил равнодушным момент появления талисманов. Особенно ребятам запомнился Мишка, который затушил своим дыханием Олимпийский огонь. Талисманы все на такой платформочке. Они же ездили на колесах, на платформе такой. Там сидело два человека. Все в современных компьютерах. Один человек управляет, а другой движение делает. Все движение запрограммировано уже. Особенно мне понравился Мишка, как движение делал. Как у него покатилась слеза по щеке. В Сочи ребята не только трудились, но и отдыхали. Гуляли по Олимпийскому парку, катались на аттракционах. Все время пребывания в Олимпийской столице детей сопровождали полиция и медики. Мы жили в санатории Симашка. Там было три корпуса. Мы жили в самом первом, рядом со столовой. Нас хорошо кормили. Там было четыре этажа. Мы как раз на четвертом жили. Хорошие воспитатели были, как в детском саду. За нами ухаживали. Особое внимание во время игр уделялось безопасности детей, даже когда они возвращались домой. Постоянно был контроль со стороны полиции. И когда уже нас повели на поезд Москва-Иваново, на Ярославский вокзал, нас окружал ОМОН кругом. И пока они не посадили нас в вагон, в общем, было все очень четко. Из Иваново каждый день мне два раза в день звонили из МЧС нашего региона и спрашивали о состоянии детей, о состоянии вообще, как, в общем, было все на высшем уровне. Вернувшись в Иваново, ребята с удовольствием рассказывают все, что видели, и хвастаются сувенирами. На память об Олимпиаде у каждого осталась медаль и талисман игр. Вспоминать об этом радостном событии ребята будут еще не раз. Впереди юбилей хоровой копылы мальчиков, в историю которой эти дети писали олимпийскую страницу. Слышит ли она с песней? Будет в небеса шарка. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух нужна. Выходим всем рекордом, наши звонки и дать имена. Выходим всем рекордом, наши звонки и дать имена. Елена Белова, Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.